Использование методов и структур позволяет реализовать идеи абстракции и инкапсуляции. Абстракция — это независимость от представления данных. А инкапсуляция — это возможность объединить вместе данные и методы работы с этими данными. Давайте посмотрим это на примере. Пусть мы хотим написать структуру, которая инкапсулирует в себе данные о двумерном массиве. Соответственно, данные, которые будут храниться в этой структуре — это размерность массива, то есть количество строк и столбцов, и указатель на данные этого массива. В отличие от предыдущих реализаций двумерного массива, здесь мы видим, что данные, которые хранятся, — это одномерный массив. То есть в реальности массив одномерный, но мы можем абстрагироваться от этого при помощи методов. Давайте объявим метод get, который будет переводить адреса из адресов для двумерного массива в соответствующие адреса для одномерного массива. То есть мы будем в функции get принимать адреса в терминах номера строки и столбца и преобразовывать их в адресацию для одномерного массива. Таким образом, несмотря на то, что данные, которые хранятся в этой структуре, соответствуют одномерному массиву, одномерному массиву размера A на B, мы сможем работать с данным массивом так, как будто бы он на самом деле двумерный. Посмотрим, как это можно использовать на примере. Пусть есть некоторая функция, которая в качестве результата возвращает такой двумерный массив. Используя это значение, мы можем пробежать по строчкам и столбцам этого двумерного массива, хотя на самом деле массив одномерный, и обратиться к каждому элементу при помощи метода get. То есть обращаясь к m.get и g, мы обращаемся к элементу с номером, который получается после преобразования адресов. И таким образом легко написать какую-то функцию. Данная функция, например, пробегается по всем элементам, и если в массиве находятся элементы с отрицательными значениями, эти элементы обнуляются.